Люди, ползущие по сцене, и не люди вовсе. Мертвецы, которые померещились Андриану Прохорову, ожили не только на страницах пушкинского гробовщика, но и на экспериментальной площадке Самарта. Басы и ноги для ощущения свободы и раскрепощения, минимум декораций. Принцип артисты коврик не мешает, а даже помогает доподлинно вжиться в образ, который на самом деле далек от тебя, как от человека. Мы на самом деле не думали над этим, над возрастом конкретно делать. Мы просто делали, наверное, больше ощущение старости, то, что вот он как внутри, некая заторможенность уже по-другому у тебя воспринимается темп жизни, ты видишь вообще другие вещи, как старики. Это уже десятая театральная лаборатория молодая режиссура, в которой еще не матерые постановщики могут поэкспериментировать над собственной фантазией. Пушкина нагружать не хотели, признаются актеры. Взяли юмор и таинственность поэта, добавили свое видение, но в целом шли за режиссером. Это был процесс как бы соучастия, то есть общего создания. То есть в первый день мы, грубо говоря, договорились, как, что и о чем мы будем это делать. И потом просто началось сочинительство. И все. То есть и ребята предлагали, и я предлагал, и что-то отметали, что-то брали. За четыре дня с восьми утра и до глубокой ночи насочиняли немало. Появились эскизы Володи Пачехову, холодной осени Бунина и пушкинского гробовщика. Какой-то из набросков наверняка переместится на большую сцену и превратится в полноценный спектакль. А пока за тренинг актеры получают аплодисменты зрителей. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.